Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Алексей и сегодня в вашем внимании я бы хотел представить свое новое видео, видео по игре Евротрак Симулятор 2, на этот раз это снова обзоры модов и сегодня у нас на обзоре новый грузовик Рено Магнум Интеграл, то есть один из немногих Рено Магнумов, которые подвергаются модификациям различным, ну в принципе мод довольно неплохой, давайте на нее посмотрим, что у него есть на борту, собственно одна кабина, одно шасси, один двигатель 390 лошадиных сил, две коробки передач, модель имеет свой собственный салон со своей собственной анимацией, которую мы посмотрим немножечко позже, когда выйдем собственно из автосалона. Поддерживается перекраска кузова, то есть здесь уже забиты некоторые цвета, в которые можно покрасить грузовик или уже просто вы загоните по традиции на СТО и там покрасите его сами в какой вам угодно. Дальше есть небольшой тюнинг, присутствует здесь у нас аж 4 варианта колес, то есть 3 варианта вот таких с окрашиваемым диском и один вариант вот такие серебристые. Сзади у нас также имеется 2 варианта, окрашиваемый серебристый. Здесь у нас ставится юбка вот такая интересная, которая полностью закрывает бензобаки. Дальше есть 3 вида защиты бамперов, на которые с успехом можно установить различные лампочки. Также имеются все виды кенгурятников, которые присутствуют в игре, то есть вы можете их поставить, ездить с ним. Дальше, что касается зеркал, они у нас одни в краске, имеется 2 варианта вспомогательного зеркала посередине и 3 варианта, собственно говоря, солнцезащитного козырька. Ну и здесь чуть выше мы также можем поставить лайтбар, на который можно будет лепить все что угодно. Тюнинга в салоне никакого нет, то есть мы можем только за исключением что сделать, это поставить вот здесь вот это зеркало, да, и, собственно, сгромоздить какой-нибудь сюда, но уже, соответственно, нам придется подбирать соответствующий, так скажем, козырек, чтобы у нас ничего не заменялось. Ну и все, давайте мы, наверное, сейчас перейдем на улицу и посмотрим, что из себя представляет данный грузовик. Ну вот мы в игре, давайте попробуем завести двигатель. Все стрелочки у нас работают, также стоит обратить внимание на то, давайте заглушим, и мы видим, как поднимается боковое зеркало. Если мы заведем двигатель, оно у нас опускается. Дальше есть бортовой компьютер, переключается на клавишу, и, то есть, ну, здесь все как по стандарту. Включаем фары, ближний свет, включается подсветка всех приборов, которые присутствуют здесь, то есть и, соответственно, с навигатором. Здесь мы включаем ближний свет, так у нас горит дальний свет. Давайте посмотрим на все это дело снаружи. И аварийная сигнализация. Звуки у данного тягача стандартные, то есть они идут у нас от стандартного мана, от дефолтного. То есть здесь у нас, в принципе, проблем никаких нет. Нет, единственное, что сейчас бы хотелось поменять погоду, только для того, чтобы проверить, как у нас работают дворники. У меня, к сожалению, не получится, но дворники, я уверяю, что дворники работают, стекло они полностью очищают, то есть как из внешней модели, так и внутри салона. Ну и, наверное, на этом все. С вами был я, Алексей, надеюсь, вам понравилось данное видео, вы поставите ему лайк, подпишитесь на канал, поделитесь им со своими друзьями. Желаю вам всем хорошего настроения, всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok